В носках смешных, да, я насижу, видно? Нет? Ну ладно. Друзья, всем привет, я Димас, оператор Антон у нас и прекрасная природа Рязанской области. Мы вот выбрались, открыли, так сказать, Новый год, сезон обзора наших замечательных тушенок и рыбных консервов. Весенний, летний такой у нас обзор, не знаю видео, когда выйдет, как бы все мы делаем наперед немножко, но мы рады, что мы выбрались действительно на такую природу, потому что приятно снимать, когда все цветет, и решили мы для вас сегодня, так как у нас река замечательный, дом сзади, снять рыбные консервы. Нам наш подписчик, наши подписчики, точнее, предоставили вот такую небольшую коллекцию достаточно эксклюзивных консервов. Олег, Александр, Алексей, спасибо огромное. Здесь вся эта позиция консервов, она недорогая, где-то в пределах 100-200 рублей. И, как бы, я думаю, в обычных магазинах вообще такое где-то поискать надо еще, встретить. И, как бы, цена точно будет намного выше, вот, потому что мы, как бы, купили это все, как, там, с рук, через руки, там, вот так, как можно сказать. Расскажу вам вкратце, что у нас сегодня будет, а потом начнем пробовать, увидите все это в разрезе. Сайра в томатном соусе у нас будет интересная вещь, первый раз такое вижу. Потом будет Сайра, фирма такая же почти, наверное, вот, но это я еще вам расскажу. Фирма, да, Курильский берег, вот, и Сайра просто, собственно, в масле, как бы. Потом Курильский берег, опять же, так что, ну, продукция такую я первый раз встречаю. Скумбрия, скумбрия Курильская натуральная, как бы, вообще, рыбка оттуда. Это вдвойне интереснее, вот, возможно, вот на нашем канале уже такой был окунь, окунь-терпун, дневосточный. Ну, как бы, с тех регионов, ну, мы решили его включить, потому что он был совсем в другом обзоре на нашем видео. Нам понравился, мы решили попробовать еще раз, был вкус необычный, и нам писали подписчики, что, ну, прикольная вещь, и, как бы, терпуко, там, как бы, вот это, ну, все нормально. Название, может быть, я уже забыл, путаю, как правильно произносить. И дальше будет у нас сардина иваси, очень, как бы, иваси звучит, это очень вкусно. Ментай в масле, очень приятно. И камбал с добавлением масла, тоже 41 регион. Потом это Камчатский край. Сегодня все будет восточная вся, я так понимаю, вот эта продукция, так что это реально эксклюзив. В западной части России, как бы, это точно не встретишь. Это все настоящая наша дальневосточная рыба, самая вкусная. Из-за этого, ну, мне кажется, такие консервы редкость. Возможно, подобные кто-то находил, но я, вот, как бы, нет точно. Смотрите, первая баночка, это ментай, в собственном масле, с добавлением масла. Все современная упаковка, как бы, все банки почти современные, только две вот у нас. Упаковка красивая, все такое интересное. Камчатский край, как бы, все остальное, все стандартное. И вот сейчас открываем, будем смотреть, что у нас там внутри. Выглядит очень интересно. Большие кусочки, выглядит симпатичным. Прямо вообще, очень даже на запах. Запах, знаете, приятный. Такой необычный, селедочный запах. Как бы, она очень приятная, не вонючая, как консервы, как обычная, там, покупаешь деньги у нас в магазине. Приятная штука. Сейчас будем пробовать потом, что, сейчас вскрытие у нас происходит. Корчатский край, камбала, с добавлением масла. Упаковка такая же, прям, одинаковое название, только. О, РПЗ, Сокра. Сокра. Как бы, не просрочка, сразу вам могу сказать. Продукция хорошая, крышка современная. Замок. Вот. О, смотрите, какое чудо. Очень, очень смотрится красиво. Кому, кому понравится, зацени. Оно тут небольшое, как раз по размеру баночки. Где-то сантиметров примерно 5-7. Вот, как на запах. Запах чуть сладковатый, но такой же, вот такой, как бы, селедочный. Видимо, он, как бы, по одному рецепту сделан. Окунь, вот, гирпук этот. На вид он был точно красивый. Вот. И сейчас мы вскроем, посмотрим. Это Владивосток. Я говорю, все, напоминаю, что это Дальний Восток у нас, если не продукция. Как бы весовые категории, не маленькие везде. Где-то 200-200 грамм. 150-200 все. 250 вот так, баночки. Ну, ну, как бы, не маленькие, это точно. Ну, вот, тоже с добавлением масла, и смотрится красиво. Пуски большие. И, смотрите, без всяких разных, там, каких-то непонятных дополнений, ну, визуально при открытии, все прозрачно, все красиво, и все свежее. Ну, действительно, смотрится очень-очень даже ничего. Как на запах. Вот у него другой совсем запах, такой более корченый, вот такой немножко отдаленный, там, в рот, и вот именно масло, там, больше сока. Здесь все залито, я так понимаю, маслом. Запах очень тоже приятный, не противный. Вот так, вот это вот очень фобически, что вся продукция не противная. Так, и вот давайте вот такое, эти, оставим про позиции потом. У нас вот сардины и васи, тихоокеанская, натуральная. Все, замок современный, даже какая-то вот эта, чуть-чуть про пластиковую упаковку, вот она, наверное, не намокнет. Рыболовецкий колхоз имени Владимира Ильича Ленина, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край. Унице-космонавтов, дом 40. Прекрасно вообще, тоже, древосточный, все, как бы, состав, все натуральное, тоже в масле, без всяких вот сардины и васи. Тут, как бы, то же самое, я заранее посмотрел, 245 грамм, прекрасная упаковка, Камчатский край. Порт какой-то здесь изображен, так что сейчас скрываем, посмотрим, как на вид. О, тут совсем другой вид, смотри, какое красивое масло в этих сардинах. Ну, сардинки пожирнее, смотрите, они какие маленькие, прям вот они, вот именно маленькие, селедочки вот эти. Кто знает, любит и васи, покупает в любом виде, они оценят точный. Вид очень, очень вкусный, достойный, запах, да, вот селедочные и васи, запах вообще шикарный. Очень, очень даже, очень вкусный. На природе вообще все аппетитно, у меня, как всегда, слюноотделение есть, так что, поверьте мне, это очень вкусно. Мне и от худших вариантов были слюноотделения. Очень красиво, очень все симпатично. Вот, и, как бы, у нас три позиции одной фирмы, Курильский берег, рыбные консервы. Тут упаковка современная, это сайро в томатном соусе, вид разделки куски, даже вот пишут, как бы, вот сейчас я понимаю, что заставляют писать их, все, что было. Вот, и вот состав читаю тоже, сайро-тихоокеанские куски, в скобочках, томатный соус, томатная паста, вот, сахар, лук, масло, растительная, соль, пряности. Укусная кислота открываем. Ну, вот такой вариант тут нам предоставляют, это я уже попробую потом, даже, может, сейчас не видно нам, что за кусочки, очень много томатного соуса. Ну, вот, смотрите, визуально, очень, что за ритка у нас, сайро очень симпатичный, маленький кусочек, очень прям, выглядит прекрасно, мне очень все нравится. И, вот, такие же, Курильский берег, две позиции, и, как бы, замки тут не современные, старые, сейчас все откроем, посмотрим. Тут скумбрия у нас, Курильская, натуральная, как бы, консервы рыбные. Состав, скумбрия, соль, специи, молотый, душистый петр, кориандр, лавровый лист. Минималка, просто минималка. Вот, открыли, очень много бульончиков, как и в предыдущей, этот, как вот, где томатная паста была. Вот, ну, тут уже что-то видно у нас, вот такие кусочки скумбрии, здесь побольше, но на вид очень, очень прям, интересный. Видок, она нежная, разламывается, уже попробую потом. Вот, бульон достаточно много, кусок еще тут есть, точно, и там есть. Вот, они добавили, видимо, для веса. Видно, что все делается, натуральный запах. Опять же, приятный, не отвратительный, никакой. Очень вкусно пахнет. Сейчас будем пробовать. И еще такая же упаковочка, такой же фирмы, Курильский берег у нас. Сайра техокеанская, консервы рыбные. Как бы все пишут, состав, смотрите сами, минимальный. Сайра, соль, перец, черный, лавровый лист. Минималочка вообще. Просто это, как их сейчас дрючат за то, что они должны писать все по-настоящему. Здесь просто минимальный состав. Видимо, так и есть это все. Вот такая красота, смотрите. Красивый жирок. Такой вот уже копченый, где-то мы там встречали в сардинах Васиева. Вот такой вот червячок здесь. Или что это у нас? Да? Не знаю. Ну, какой-то червячок покурил. Или жилка, жилка в пескости, наверное. Хребетная. Да, какой-то хребет, ну... Страшно. Страшненько, да. Ну, единственное, вот консервы что-то попало. Мы это удалим. Ну, наверное, этот хребет. Это сайра. Сайра кусочки, которые в томатном соусе, они поменьше, здесь побольше. Но здесь меньше жидкости и больше реально видно, что тут кусочков, смотрите. Просто тут... Просто тут... Ну, главное, ботулизм, не заболеть, не сдохнуть. Ну, вроде не просорочка, значит, не должен. Вот такой вариант прекрасный. Вот последний мы сделали от сайра. Сейчас будем пробовать. И расскажу вам вкусовые свои ощущения. На вид все видели. Все красиво. Друзья, ну вот мы сделали небольшой показ. Вот здесь вскрыли все консервы. Первый вот у нас сайра. Собственно, саку. С добавлением масла. Сейчас на тарелочку возьму. Вот, на вид интересно. Ну, тут какие-то мы находили каких-то этих... Червячков, не червячков. Ну, в принципе, в рыбе это все должно встречаться. И, как бы, ну, уже неприятно. И они еще, мне кажется, живые. Вот, может быть, живые. Ну, ничего страшного. Черви вкусные. Вот, сегодня будем с белым хлебушком. А где один кусочек? Тут съел уже. Улетел. Ну, ладно. Что будет у нас, как бы, на вкус. Это сайра. Ну, вообще, минимум специй. На вкус приятное. Как бы, не противное. Очень даже... Очень даже, да. Просто стандартная рыбка. С добавлением маслица. Приятная на вкус. Как бы, интересно. Такая съедобная. Вот, дальше у нас эта же фирма идет. И это скумбрия у нас. Тут кусочки помассивнее. Будем ее порубить. Тоже минимум специй вообще. Прямо вообще. Рыбка-рыбка. Маслица. Не соленая. Что мне нравится. Скумбрия, как вы знаете, очень жирная. Кусочки плотные. При этом не разваливаются. При первом нажатии. Внутри все очень хорошо почищено. Очень, очень даже замечательный вкус. Мне нравится. Скумбрия намного вкуснее, чем сайра. Пузико вообще жирненькое. Вообще бомбическое. Скумбрия мне очень нравится. Вкусное. Пойдется есть. Куда деваться. Очень аппетитно выглядит. Кто любит скумбрию, оценит это. Если вы видите вот такую скумбрию, Курильский берег, берите обязательно. Это просто прекрасная на вкус рыбка. Очень понравилась. И вот. Единственное сегодня представленное у нас в томатном соусе. Рыба. И тоже вот фирма Курильский берег. На вид вообще бомбический. Сейчас я еще в томатном соусе ее помакаю. Тушки плотненькие, маленькие. Сейчас попробую. Чуть суховато. Сразу говорю, чуть суховато. Но приятное тоже. Но суховато. Вот это была сайра в собственном соку. Она была пожирнее, наверное. Но может быть это так готовит именно такой рецепт в томатном соусе. Но вкус прикольный. Томатная паста, соус он не противный. Букой не отдает. В меру сладкий. Не как мы привыкли к нашим киркам. Очень сладкий добавляю. Здесь в меру все. Вот эти три позиции. Они для любителей еды, которая не соленая, не сладкая. Вот любители зож, кто следит своим здоровьем. Очень натуральная рыбка. Ее, наверное, будет очень приятно. И просто съесть и куда-то добавить. Хорошая фирма достаточная. Но вот сайра мне не была симпатична. Потому что там какая-то живность была. Но это, я думаю, как бы может быть не повезло. В этой банке у нас только. И долго не будем задерживать вас. Перейдем дальше. У нас вот сардина и васи. Тихоокеанская натуральная. С очень, наверное, самым красивым бульончиком. С таким маслицем. Эта маслица уже сейчас постояла на солнышке. Она вот немножко даже вот подзапеклась. И, как бы, наверное, это очень сказывает, что это натуральная какая-то продукция. Тушки менее плотные у васи. Ну и у васи она рыбка нежная. Тушки чистые, хорошо почищенные. Внутри, как бы, присутствует пленка. Но все это в автоклаве все хорошо переработано. И косточки мягкие. И все остальное. Будем пробовать. Она посолонее. И уже такой вкус вот стандартных вот таких вот консервов рыбных. Прям вот. Ну, значит, если посолонее, наверное, лучше будет храниться дольше. Это, во-первых. Но при этом вкус более насыщенный. И она очень жирненькая, очень вкусная. Действительно, можно прям съесть баночку. Очень даже ничего. Сардина тоже очень зачетная. Мне понравилась. И визуально она вообще шикарно выглядит. Вопросов нет. Очень вкусная штука. Наш окунь-терпук, с которым мы уже встречались когда-то. Ну, здесь еще раз решили. Запах вообще шикарный. Первый раз я его не очень сильно оценил. Но сказали, что это действительно очень приятная рыбка. Местная. И действительно сегодня у нас как бы все продукция местная. Владивостокская. Я имею в виду дальневосточный край. Все как бы продукция оттуда местная. Не рязанская. В Рязани, к сожалению, нам ничего не делают из рыбы. Запах приятный. Вкус. Сразу скажу, необычный. Но очень приятный. Такой вот морской. Именно той рыбы, которая вот она вот именно там. Он сохранен здесь. Очень прикольный. Напоминает, может быть, даже каких-то бычков. Сладковатый. И минимум тут специи добавлены, опять же. Он более такой пряный получается. Тут больше масла прям налито. Ну, бомбически вкусные. Большие куски вот тут. Прикольная штука. Там, я говорю, вся вот ценовая категория там в пределах вот 100-200 рублей это все стоит. И за такую продукцию реально не жалко отдать такую сумму. И там где-нибудь в походе вот на природе съесть. Или даже домой купить. И дома что-то приготовить. Или просто съесть с хлебушком. Как мы сейчас это делаем. Очень, очень приятно это все происходит. И дальше вот у нас идет тоже две позиции такие. Минтай и Камбала. Одной фирмы. Как бы с ментаем я давно не встречался. Если честно вам признаюсь. Как бы очень многие любят его жареного. Еще в каком-то виде. Я как бы, ну, последнее время не очень покупал его. На вид приятно. Тушки такие плотненькие. Даже косточка мне попалась. Хорошо разживаются. Минтай. Вы знаете вкус ментая, кто любит. Вот эта суховатость и вкус ментая. Он как бы, его сложно забыть. Но прикольно. Я не против съесть тоже такую баночку. Интересный вкус у него. Ну, опять же, минимум специй, соли. Интересно сделали, хорошо. Как бы, ну, вот эта вторая вот позиция такая суховатая немножко. У нас там была вот сайр автоматом соус. Но на вкус вообще все консервы, которые сегодня пока ел, очень вкусные и не противные. И запах отличный. Вот перейдем сейчас к последней у нас. Баночка, это камбала. Она деликата считается, очень дорогая достаточно. Мне кажется, она и самая дорогая из всех позиций должна быть по цене, если покупать ее свежую. Где-нибудь в магазине, особенно не крупные тушки. Вот, кто таким делом занимается, знает это все. Не понаслышке. Будем пробовать. Ну, опять же, это вкус камбала. Тут она вообще прикольная. Намного, да, вкуснее, чем минтай, по-любому. Очень нежная. Прикольная. Копчененькая, опять же, вот, как камбала такая. Чуть суховато. Вот. Но, вот этот вкус ее не заменяем. То есть, нельзя его спутать ни с чем. Действительно, хорошо делают. Маслица добавляет. Масло не противное. Вот такое. Никакое не машинное. Чувствуется рыба. Конечно, после всего вот этого попробуемое у меня все уже перепуталось. Но, сегодня хороший был обзор, реально. Все продукции достаточно вкусные. Я говорю, что это какой-то эксклюзив. Такую продукцию я точно в магазине не видел никогда. Вот только окунь мы встречали. И все, и всех остальных. Что-то было похожее. Но, опять же, это как бы надо искать, постоянно ходить. Кто любит этим заниматься, консервы. Вот, а кто такие обзоры смотрит, они точно любят такими вещами заниматься? Смотреть, ходить по магазинам, выбирать что-то из дешевого и дорогого. Если вы найдете, смело берите. Вот такие все позиции. Мне все понравилось. Сейчас будем есть с оператором. Дальше продолжать все это вкуснотищу. Так что, с вами был Димас. Оператор Антон. Прекрасная погода. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр нашего видео. Увидимся на канале. Всем, всем пока.